Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, если каждый из нас воздохнет от сердца, то все может перемениться на милость. А вот если мы будем иметь страх, то болезнь будет распространяться. Надо применять необходимые меры, но не бояться. Хотя страх – это то чувство, которое испытывали иногда ученики. Ученики Иисуса Христа, апостолы. И вот сегодня мы с вами слышали в Евангелии эти слова. Когда были они на пути, то есть когда Иисус Христос, восходя в Иерусалим, шел впереди их, а они ужасались. и, следуя за Ним, были в страхе. О чем это говорит? Оказывается, и ученики Христа могут испытывать чувство страха. Они шли за Иисусом и боялись. Они ужасались, потому что Он открывал им страшные вещи. Больше того, посмотрите, как Он идет. Он идет один. Он идет, как будто, как вожак. И говорит, не бойтесь, мы восходим в Иерусалим. И вот Сын Человеческий предан будет первосвященниками и книжниками и осудят Его на смерть и предадут Его язычникам и поругаются над Ним и будут бить Его и оплюют Его и убьют Его и в третий день воскреснет. Этого еще не понимают ученики. Ведь мы шли за тем, кто воскрешает мертвых, кто исцеляет больных, кто дает зрение рожденным, незрячим. Как это может быть? Куда Он нас ведет? И они отстают от Него. Вы видите, они идут за Ним. Христос идет, восходя в Иерусалим сам, но ведет за Собой учеников своих. Значит, и мы в какой-то момент нашей жизни можем испытывать, как и ученики Христа, и ужасались, и были в страхе. Сегодня так важно нам поговорить о страхе. Страх – это чувство, когда человек не только расслабляется морально, духовно, он теряет даже физическую силу. Неслучайно боящийся не способен ни на сражение, ни тем более на победу. И вот для того, чтобы побеждать, нужно начать не бояться. Кто служил в армии, тот знает, что с трусом в разведку идти нельзя. И либо струсит, либо предаст. Так говорил Александр Васильевич Суворов, что неверующий солдат всегда или трус, или дезертир. Если в тебе нет веры, ты рано или поздно либо струсишь, либо предашь. Поэтому у Сувора неверующих солдат и офицеров в армии не было. И каждый из нас, присягая на верность Христу, давал обет, обещание при крещении служить Господу верой и правдой. И если нужно, то за веру и правду Христову пострадать и не бояться. У святителя Николая Сербского есть хороший пример. Один воин, который был на войне, имел очень нехорошее качество. Он боялся врага. Причем боялся так, что у него начинали трястись колени. Все над ним смеялись. И как-то командир дал ему приказ, сегодня ты пойдешь в разведку. Что с ним началось твориться? Сослуживцы, солдаты стали просто смеяться над ним. Да разве сможет с ним ходить? Разве может этот чего-то достичь? Но рядом с ним был один товарищ, который подошел к нему и заговорил. Тот, трясясь, говорит этому товарищу, ты знаешь, я так боюсь, а мне надо идти на врага. Я боюсь. А этот товарищ, спокойно, не смеясь, с добрым сердцем, сказал, а ты не бойся. Бог ближе, чем твой враг. И вот эти слова в нем произвели такое впечатление, как удар колокола. Он не только успокоился, в нем появилась сила веры, и он пошел не только в разведку, прошел всю войну, и когда после войны вернулся домой, а на груди у него были ордена, замужество, и стойкость. И когда у него спрашивали, а как же ты достиг такого геройского состояния, он говорил, вы знаете, какой я был трус? Я всего боялся. Но один верный друг сказал мне, не бойся, Бог ближе к тебе, чем твой враг. И с тех пор я перестал бояться. Дорогие мои, я хочу напомнить всем нам. Бог ближе, чем любой вирус, любая болезнь. Вот почему Филарет Дроздов, митрополит московский, говорил, там, где умножается молитва, там ослабевает болезнь. Давайте умножим нашу молитву, и ослабнет болезнь. Нам пора пришла перейти в нападение. Потому что, если мы будем сидеть в окопах и только ждать приход различных недугов, скорбей и опасностей, то мы проиграем. Александр Васильевич Суворов в своей науке побеждать напоминал своим воинам. Мы русские, с нами Бог. Не в силе Бог, а в правде. Надо правдой, молитвой, обращением к Богу, к чтению Евангелию обратиться всем нам. И тогда Бог поможет одержать победу над этой сегодняшней вирусной инфекцией, которая как чума пришла на весь мир. Мы тогда и сможем давать отпор, когда перестанем ее бояться. Но давайте вспомним того мужественного воина, который был награжден многими орденами за мужество. Да, иногда может человек бояться, но когда он обращается к Богу от всего сердца и знает, за кем идет, то он знает, что он идет на Голгофу, это путь каждого христианина, на очистительную Голгофу, туда, куда взошел сам Христос на крест. Но через страдание, через унижение, которое претерпел Христос и открыл своим ученикам, может только и взойти христианин на свою Голгофу, а значит, очиститься от всякой греховной страсти и пороков, а значит, победить и свою смерть и воскреснуть. Воскреснуть со Христом и быть там, где Он, потому что Он сказал всякий, верующий в Меня, если умрет, оживет. И поэтому, дорогие, мне хотелось бы сегодня, обращаясь ко всем вам, пожелать, не бойтесь, мы русские, с нами Бог. Аминь. 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 Аминь.